В российской столице Инесса Землер, Андрей Позняков и персонально ваш и наш художник-карикатурист Андрей Бельжо. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей Георгиевич. Ну вот кого или чего вы сейчас прям хотите изобразить в виде карикатуры? Вы поставили меня в тупик, потому что страна предлагает всё время такие карикатурные темы, что даже не знаешь, что и нарисовать. У меня, знаете, последняя карикатура была «Завтрак на траве» Эдуарда Мане. Помните, там два мужчины одеты, дам обнажённые, корзина с едой там, с вином. И вот этот мужчина, который с бородой в одежде, говорит, ну вот и ОМОН подсасывается, сейчас позавтракаем на траве. Это как раз к вопросу о цензуре, на самом деле, потому что, по идее, сегодня надо было бы обязать... Ну и тогда, кстати, эта картина вызвала на политическом салоне много разных разговоров. Но вообще, по идее, даму надо одеть, конечно. Ну или раздеть мужчину, конечно. Ну во Франции, да, это вариант тоже. Ну, понятно, почему это происходило во Франции в те годы. Непонятно, почему у нас сейчас так стремятся одеть даму. И почему вдруг сейчас, в 21 веке, в 2017 году, начинают вновь говорить о том, как нужна не просто какая-то идея, идеология, аккуратность, а именно цензура. Вот Владимир Мережко, режиссёр Николай Цискоридзе. Прямо говорят, что им не хватает этого. Вот это удивительно. Если мы возьмём даже историю искусств советского периода, и вспомню художника Дейнеку, например, да, голых мальчиков. Ну, конечно, сидят только такие, конечно. Это вообще... Ты ещё говоришь, что они будущие лётчики. Кошмар, кошмар. Нам не нужны такие лётчики вообще с такой ориентацией. Понимаете, в чём дело? Я не знаю, вот, видимо, цензура помогает художнику, я сейчас серьёзно вполне говорю. Видимо, цензура помогает художнику, загоняет его в какие-то рамки и помогает ему творить. Потому что если художнику сказать, что ты абсолютно свободен, то только настоящий художник, который действительно творец, он будет что-то создавать. Понимаете? А вот для среднего художника ему нужны какие-то рамки. Его должен кто-то обязательно контролировать. Он не может без начальника. Цензура – это же начальник, да? Кто... Из кого будет состоять эта комиссия, которая будет принимать спектакль? Из кого будет состоять эта комиссия, которая будет принимать балет или фильм? А для меня это очень актуально, потому что мой сын – режиссёр, понимаете? И он снял полнометражный фильм, который получил премии, и я выступил там спонсором, потому что мы не совались в Министерство культуры. Не совались туда. Ровно для того, чтобы не выслушивать его рекомендации. Ровно для того, чтобы не выслушивать эти рекомендации. Понимаете, и вот это вот навязывание меня удивил Виктор Иванович, честно говоря, Мережко, потому что он, казалось мне, человек достаточно гибкий, прошедший суровую школу советской цензуры и так далее. Ну, что ратовать за цензуру? Говорят, что мы не дадим вам деньги на этот фильм, ну, читай спектакль или там, не знаю, произведение искусства из бюджета, потому что это не соответствует нашим представлениям о прекрасном, о патриотизме и так далее. Но кто платит, тот заказывает музыку, нет? Да, но ведь эти деньги из бюджета, которые и вы дали туда, и я, мне не нравится то, что нравится большинству, например, и мне подобным, но там тоже мои деньги. Тогда сделайте спектакль для меня и, ну, типа для меня, да, для людей, которые по-другому относятся к искусству, которые хотят видеть нечто другое, да, снимите для меня, там в этом бюджете мои деньги тоже самое. Ну, смотрите, они говорят, есть цензура, которая советская, которая, вот, все эти худсоветы, все это такое, это, конечно, нельзя. А есть цензура, вот, она нравственная, надо понимать, что красиво на самом деле, а что некрасиво, это они определяют, что красиво, что некрасиво. Есть ли разница между цензурой и цензурой? Это игра слов, это чисто игра слов, это жонглирование словами, потому что на самом деле, что значит красиво, что значит, вот, Мединскому нравится это, и он говорит, это красиво, а мне это не нравится. И еще десяти человекам или ста человекам, или в нашем многомиллионной стране еще одному миллиону это не нравится, понимаете? Что значит красиво? Уберите, давайте прикроем грудь в фильме Матильда, да, давайте немножечко прикроем грудь, ну, давайте наденем трусы на, банально, да, давайте войдем в итальянский дворик и наденем трусы на Давида Леонарда Винчи. Давайте, тем более одно яичко ниже другого, и для мальчиков, которые приходили туда в школе, это было таким, такой психотерапией, таким откровением, что оказывается, все нормально, с нами все нормально, да, так бывает. Это чистой воды ханжества, понимаете? Видите, художник, любой в широком смысле, имеет право творить так, как он считает нужным, зритель в широком смысле, да, публика, она голосует за него, она смотрит эти картины или не смотрит эти картины, кинокартины, спектакли. Пожалуйста, 18+, уже существует, сделайте 22+, сделайте книги, где ненормативная лексика, запаянная в целлофан, нет вопросов, все целомудренно, не читайте эти книги, не ходите, если вы настолько ранимы и подвержены, ваши чувства подвержены легкому оскорблению, не ходите. Не ходите на этот спектакль, ну, ради бога, кто вас, вас же не тянут туда за руку. Смотрите, вот кино, театр, выставка, это то, куда я сама принимаю решение идти, заплатить деньги осознанно, да, но есть такие сферы, как телевидение, интернет, которые, ну, собственно, занимают практически все предоставленное пространство, как газ, да, вот там нужно какое-то регулирование отдельное? Ну, какое-то регулирование, я думаю, что нужно все-таки в интернете. Это касается обычных вещей, но существует, я не знаток Уголовного кодекса и юриспруденции, но существуют какие-то понятия, да, пропаганда насилия, кровь, порнография и так далее, и так далее. Здесь, мне кажется, должна быть какая-то регуляция, цензуру я бы не назвал, это должно быть в рамках, если ты нарушаешь закон, если ты нарушаешь уголовный кодекс в любой области, будь то интернет, кино или там театр, то тогда ты отвечаешь по закону, по этому закону. Ну, никакая не цензура, никакие представления о том, что, вы знаете, мне кажется, это не очень красиво, мне кажется, это немножко безнравственно. Вот она здесь идет вот так вот, и у нее вот платье так расходится, и там вот видно трусы. Мне кажется, это безнравственно, это безнравственно. Давайте наденем на нее брюки. А что в искусстве, ну, помимо нарушения закона, все допустимо? Да, я считаю, что в искусстве допустимо все. Мне, знаете, часто задавали вопрос, можно ли, про все ли можно рисовать карикатуры. Рисовать карикатуры можно про все, абсолютно про все, но важно, как ты их рисуешь, кому ты их показываешь, кому ты их показываешь. Это какая-то внутренняя, должна быть граница внутри художника, понимаете? Если ты рисуешь, существует такое понятие, как черный юмор, например, ты рисуешь картинки про людей с ограниченными возможностями, ну, про людей без ног, скажем, да. Есть такая огромная тема в мировой карикатуре, но ты подонок и подлец, если ты эту выставку устраиваешь в Доме инвалидов, понимаете? А какой-нибудь аналог прокатного удостоверения таким выставкам или таким фильмам можно выдавать? Государство должно как-то в этом быть задействовано? Имеет право государство вот подобные вещи, а как бы поощрять? Мы сейчас говорим про выставки и спектакли. Конечно, но есть же аналоги в кино. Есть же аналоги в кино. Не ходите на этот фильм. Ну, не ходите на этот фильм. А государству как быть? Государству можно давать прокатное удостоверение таким фильмам? Или государству лучше посторониться? Я думаю, что государство должно посторониться. То есть, получается, Матильде в таком случае лучше не выдавать прокатное удостоверение? Ну, тогда можно дойти до абсурда, понимаете? Если бы Матильде некого депутата или цензора взволновало и раздражает обнажённую грудь, то тогда в другом месте будет раздражать большая или маленькая попа, понимаете? Или небритые лицо человека. Он скажет, председатель колхоза, условно, да, депутат Государственной Думы не может ходить на заседание Государственной Думы с щетиной, недельной щетиной. Не может. Он должен быть всегда гладко выбрит. Понимаете? Ну, можно дойти до абсурда, потому что вот это вот оскорбление чувств, все дико оскорбляются. Но это неправда, это на самом деле я вижу в этом лукавство, ханжество и враньё, потому что когда ты ходишь по улице, ты встречаешь огромное количество людей, дико симпатичных, понимаете? Они улыбаются тебе, они с тобой разговаривают, они задают вопросы, ты с ними ведёшь, спокойно совершенно говоришь на одном языке. Где все эти агрессивные люди? Я не видел, вот я живу на Новом, недалеко от вас, да, здесь на Новом Арбате. Я встречаю людей, они сидят в конфе, симпатичные, молодые люди. А потом оказывается, что это те же самые люди, которые оскорбились на какое-то там высказывание, на какую-то картинку и пожаловались в генпрокуратуру. Или с нами заигрывают и говорят, что они оскорбились. Или зовут, подзывают, это я пальцем так делаю сейчас, подзывают и говорят, Вась, завтрашний у меня ты оскорбился этими кадрами из этого фильма. Ну, как-то вы, Вася, не оцениваете. Вася же может и сам оскорбиться без указки сверху. Людей же, своё же мнение бывает, они действительно очень обидчивы, правда, их очень задевает. Известная работа с Рональдом Макдональдом, на котором распят ребёнок, она же тоже много кого оскорбит. Значит ли это, что эту работу можно показывать по федеральному телевидению или нельзя? Где-то фильтры же должны какие-то стоять или не нужно ничего такого? Вот смотрите, я часто бываю в Венеции, и вот сейчас там происходит биеннализ современного искусства. Биеннализ современного искусства происходит на разных совершенно площадках. Там есть специальные павильоны разных стран мира, есть площадки, которые сдают палаццо там и так далее. Но и церкви католические отдают свои площадки под современное искусство. Вы приходите в церковь, и почему-то никто не оскорбляется. Вы приходите в церковь, где висят картины Тициана, где висит картина Гентаретта «Тайная вечеря», а в центре стоит объект современного искусства. Ничего страшного. А он объект современного искусства про религию или про что-то другое? Скажите мне, Андрей, может ли быть так, что жители одной страны, христиане, менее обидчивы, чем жители другой страны и тоже христиане? Мне кажется, может... Что православные более обидчивы? Ну, я не знаю, связано ли это с православным или католичеством. Я бы здесь, знаете, больше по социологическим каким-то аспектам прошелся, по уровню жизни и прочим, и прочим, и прочим вещам. Но вот мы живем в России. У нас очень почему-то обидчивы оказываются, уж не знаю, люди, но власти. А как быть художником в такой ситуации? Они не обидчиваются с этой обидчивостью или с нами заигрывают, с нами нас обманывают, спекулируют этим. Не кажется так? Но в любом случае кто-то смог этим воспользоваться и оказаться достаточно сильной темой, чтобы пролоббировать свои интересы. То есть в огромной многомиллионной стране обиделся один человек, условно говоря, Вася, или пускай не Вася, пускай Андрей. Вот Андрей обиделся. И тогда мы должны закрыть этот спектакль, снять эту выставку из-за того, что Андрей обиделся. Но у нас уже так делается. У нас так внимательно относятся к чувствам одного единственного Андрея. У нас так любят, так внимательно относятся к людям, к детям. А вы полагаете, что это один единственный Андрей? Почему у нас такое количество детских домов? Почему у нас в таком состоянии находятся больницы детские, например, Морозовская? Вот недавно я смотрел, видел фотографии Морозовской больницы в Фейсбуке. Почему? Ну зачем же вы смешиваете? Морозовская больница – это совершенно другая история. И то, как у нас работают в больницах, то, как это всё финансируется, это большая, конечно, проблема. Но она не имеет никакого отношения, простите, к фильму «Матильда», например, который оскорбляет, я думаю, ни одного человека. Я сейчас говорю об обидчивости вообще. Чувствительности, да, есть такое понятие сензитивность. О чувствительности вообще. Если мы такие чувствительны, и если мы так легко оскорбляемся, то почему мы не оскорбляемся, и мы не так чувствительны в каких-то других вещах, более серьёзно? Может, мы оскорбляемся, может быть, просто делать ничего не можем? Ничего не можем сделать. Не знаю. Вы можете что-то сделать с больницами? И Вася, который оскорбился, или Андрей, который оскорбился в связи с каким-то фильмом, какой-то картиной, он может что-то сделать для Морозовской больницы? То, что я могу, я делаю. Вот фонд, благотворительный фонд «Линия жизни», где я член Совета Попечительского, и которому больше 10 лет, мы спасли почти 8 тысяч детей. Мы делаем. Мы делаем, мы обучаем хирургов, мы делаем, мы не оскорбляемся, а мы делаем реальные вещи. Ну вот, видите, а кто-то просто оскорбляется, и таких вещей не делать или не может делать. А как быть художнику, творцу, там, я не знаю, как себя люди по-разному идентифицируют в искусстве и в современном искусстве? Вот как ему быть? Он вот молодой, он не Алексей Учитель. Алексей Учитель известный, он может достаточно жестко говорить с людьми, которые его критикуют. А вот человек начинает. Ему нужно вписываться в эту конформистскую картину, чтобы никого не оскорбить, потому что он видит, что все оскорбляются. Или ему нужно, может быть, даже пожертвовав своим призванием, своим занятием будущим, или жить в нищете, как быть? Вот сейчас вы затруднили одну из самых важных, мне кажется, сторон этой темы, и очень серьезно, это внутренний цензор, который может поселиться в молодом художнике, и он сам себя будет цензурировать, и он не будет снимать, потому что ему не дадут на это деньги. Он тогда становится проституткой. Он не будет делать то, что он хочет делать, то, что он считает нужным, и говорить о том, о чем он считает нужным. А он будет стараться угодить. Вот это, мне кажется, ужасно. И это растлевает, и это, на самом деле, убивает искусство, на самом деле. А может ли человек с этим внутренним цензором стать хорошим художником, хорошим деятелем искусства, но в своих внутренних ограниченных рамках? Да, наверное, может, в своих внутренних ограниченных, он может снимать, условно, там, не трогать тему, тему, какие-то скользкие темы, а будет снимать вот... Это фильм про бабочек. Фильм про бабочек, да, документалисты. И делать это гениально. Да, и делать это гениально, да. А может, что-нибудь посоветовать этим людям, которые вот сейчас вот они принимают, не знаю, тут они как быть, они страшно большие... Не могу посоветовать, у меня такие же проблемы, и мучается мой сын, который снял много короткого метра, снял полный метр, получил премии, сейчас у него новый проект, сейчас он поехал в Китай его представлять, будем искать деньги на новый проект, ничего не могу сказать. Он не хочет снимать коммерческое кино, чтобы зарабатывать, он не хочет прогибаться, и он работает как волн, но он ничего не может сделать. И это, на самом деле, серьёзная очень тема, и очень драматичная тема для молодых художников и их родителей. А, кстати, не вечная ли проблема, как угодить заказчику? Потому что та же самая Сикстинская капелла, например, вот вписать, умудриться вписать туда какие-то не очень канонические элементы, это надо суметь. И кто-то из известных довольно людей говорил, а, Андрей Сергеевич Кончаловский, да, замечательный Андрей Сергеевич Кончаловский говорил, что заказчики контролировали художников. Они давали деньги художникам, да, но если художник уже завоевал своё имя, да, такой, как Тинторетта или Тициан, никто к нему не лез. Например, Веронезе написал «Тайную вечерю», а потом его вызвали в Рим и сказали, какая же «Тайная вечеря», там, бог знает, что у вас происходит. Он говорит, ну тогда давайте назовём это «Вечер у Ливии». Всё, тема была закрыта. А так ему грозила инквизиция. Да, он прогнулся, он переименовал название, но картина висит в Академии художеств Венеции и является одним из шедевров мировой живописи. Причём под первоначальным названием. Да. Вот, поэтому контролировали, давали деньги, но не контролировали так, что вот, знаешь, вот что-то вот эта фигура, сдвинь её, пожалуйста, правее, Рафаэль, пожалуйста, немножко правее, а вот эта вот левее, мне что-то не очень нравится. И потом вот этот синий цвет, поменяй, пожалуйста, на красный. А лучше на золотой. А лучше на золотой, да. Ну, если деньги есть, то Рафаэль мог взять и купить краску золотую. Может быть, у вас есть какие-то предположения, что можно сделать, чтобы придирчивость такого заказчика государственного у нас уменьшить? Это же ведь вопрос общества, которое это всё приемлет. Ну да, это общество должно развиваться, общество должно появляться чувство вкуса, у художника, художник должен идти на какие-то мелкие, но не глобальные компромиссы, в чём-то он может прогибаться. Вы знаете, когда-то в лучшие времена у меня довольно много было заказчиков, когда я делал всевозможные календари, там, книги и так далее, и так далее. Приходили заказчики и говорили, а вот не могли бы вы вместо этой картинки, вот я придумал вот такую картинку, я придумал, а вы её нарисуйте, но вы оставите свою фамилию, деньги мы вам заплатим, как обещали. Только вот нарисуйте картинку, вот которую я придумал. По нашему сюжету. Да, да. Я говорил, забирайте свои вещи и идите рисуйте сами. Я отказывался от такой работы. Ну, могли себе позволить, слава Богу. А вы знаете, как жалко было? Иногда. Потому что это мой заработок. Но тогда я оставался перед собой, кажется, карикатура ерунда, но перед собой я оставался совершенно чистым. Да, к сожалению, не каждый может позволить себе такой выбор. Да, это, я же сказал, что это драма для молодого художника и драма для его родителей. Будем смотреть на драмы у больших людей, как они это решают, может быть, кому-то это что-то и подскажет. Давайте обратимся к такой вот, не знаю, это международный, не международный, это называется «Дела у наших соседей». У нас очень следят за тем, что происходит у соседей на Украине. И особенно возбуждается наша официальная федеральная медиа «Судьба Михаила Саракашвили». Очень много информации про него, действительно, скандал разгорелся. Бывшего президента Грузии, бывшего губернатора Одессы, у которого осталось одно гражданство украинское. Этого гражданства как будто бы лишили. Он утверждает, что это незаконно. Чего в этом больше? Шоу или какой-то реальной политики, реальной личной трагедии? Ну, я могу, я телевизор не смотрю совсем и не смотрю никакие шоу давным-давно. То, что я нашел в интернете и послушал Саракашвили, вообще, должен сказать, чем, наверное, разозлю часть аудитории, Мишико Саракашвили мне симпатичен. Он мне симпатичен тем, что это неравнодушный человек, что это человек очень энергичный, и это человек, который реально, я был в Белиси, реально боролся с коррупцией там. Что здесь произошло? Я не думаю, что это шоу. Я думаю, что это неприглядный и не очень хороший поступок президента Украины господина Порошенко. Но потеря большая, получается, для страны. Какая? Потеря. Если Саракашвили не будет больше гражданином Украины, будет большая потеря. А вы знаете, я посмотрел, он такой, так бодро заявил, находясь в Америке, правда, что он обязательно вернется на Украину и добьется своего. Убедил вас, получается, с уверенностью. Посмотрю, посмотрю. Я, во всяком случае, он, ну, он мощный дядька, на самом деле. Мощный дядька. На это мы прервемся. Андрей Георгиевич, мы когда начали говорить о фигуре Михаила Саакашвили, которого лишили, вроде как, украинского гражданства, вы сказали, такую ремарку сделали, что вы пойдете против мнения большинства, и вам Саакашвили, в общем-то, симпатичен. Но я бы сказала, что для нашей аудитории это не такое уж ощутимое большинство, но мы знаем аудитории, где это действительно, ваша ремарка, была бы более чем уместна. Но для той же самой аудитории президент Украины Порошенко, который, собственно, подписал указ о лишении Саакашвили гражданства, тоже фигура не самая симпатичная, прямо скажем. В какой психологической ситуации сейчас оказываются те люди, которые должны прокомментировать как-то вот эту вот ситуацию? Порошенко лишил гражданства Саакашвили. Очень сложно, очень, это такое, нужно раздвоиться, раздвоиться, потому что есть люди, которым не нравится Саакашвили, и всегда вспоминают, как он жует галстук, всегда меня спрашивали, сколько уже лет, почему он жует галстук, он сумасшедший, и так далее, и так далее. А другая часть не симпатичен Порошенко. Да пускай они сами разбираются между собой. Чего мы будем сейчас голову ломать на эту тему? В смысле, та часть, которая... Та часть, пускай они между собой, кто за Саакашвили, кто за Порошенко. В этой непростой ситуации. В этой непростой ситуации, да. Тем более, вот давайте посмотрим, вернётся ли Мишекос Саакашвили из Америки на Украину. Вот это меня, вот в этом есть некая интрига. Он сказал, он записал ролик, очень эмоциональный, что он будет добиваться возвращения. Мне кажется, что Порошенко немножко побаивается его популярности, его харизмы, потому что в области харизмы, если мы говорим о харизме, то, конечно, Саакашвили фигура харизматичная, безусловно. Порошенко здесь проигрывает. Но смотрите, какая команда там, какие яркие личности. Надя Савченко, Саакашвили. Порошенко страшновато. Да, и Тимошенко, в общем-то, тоже не сам. Тимошенко с косой, да. С косой вокруг головы тоже, да. Ну, Порошенко-Рейтинг-то совсем не такой хороший, чтобы говорить о серьёзных надеждах на победу. Ну, вот он решил, а может быть, он поэтому лишил. А думаю, что он всех будет убирать сейчас. Сейчас всех лишит. Он лишит всех украинского гражданства и останется единственным гражданином Украины. Это будет прекрасным восходом. И президентом страны. И президентом страны. Вот. Президентом себя. Давайте обратимся к такой серьёзной и трагической истории. В Москву московские квартиры двух жителей психоневрологического интерната номер 30, по данным портала «Медузы», передавали людям, которые связаны с бывшим директором интерната депутатом Узгурдума Алексеем Мишиным. «Медуза» не так давно опубликовала очень большой материал о том, как чиновники вообще наживаются на подопечных психоневрологических интернатов. Насколько убедительна выглядит эта история, насколько она вписывается в ваше представление о том, как работают сейчас психоневрологические интернаты? Да ужасная история, на самом деле, отвратительная. И я смотрел, там юристы некоторые пишут, что не к чему придраться и так далее. Конечно, это использование служебного положения. Он был директором этого интерната, он психиатр, врач-психиатр, он кандидат медицинских наук. Этот парень закончил медицинский институт и руководил этим психоневрологическим интернатом. У него всё под контролем. Это использование служебного положения. Вы знаете, в моей жизни была такая история, когда я выступал в роли адвоката. Даже так? Да. Я сейчас скажу, что это была за история. Моего приятеля хотели лишить дееспособности члена его семьи. И в психиатрической больнице, к которой я имел отношение, поставили ему диагноз шизофрения. И я увидел в этом выпиющую, чудовищную несправедливость. Я сказал, что адвоката нанимать не будем, потому что я выслушаю, что скажет врач. Я задам ему вопрос, этому врачу, в суде. Я был в суде. И пускай врач ответит мне на вопросы, где она увидела здесь шизофрения. Я пошёл в суд, я был адвокат, в роли адвоката, да, и разгромил этого психиатра в пух и прах, потому что кандидатская моя по юношской шизофрении, и эту тему я знал, и знаю не хуже этого доктора, а лучше во много раз. Вот. И мы отстояли его права, потому что лишить человека дееспособности – это значит лишить его всего, на самом деле. Абсолютно. И оказаться в психоневрологическом диспансере – это значит, я не знаю, что может быть вообще страшнее этого. Тюрьма не так страшна, я так представляю себе, потому что это полное бесправие, абсолютное бесправие, и это никогда до конца жизни ты не выйдешь никуда. И вторая история у меня была, когда я воспользовался каким-то телефонным правом через знакомых психиатров, я разговаривал с главным психиатром одной больницы, где лежала девушка, которую собирались отправить в психоневрологический интернат. Я понимал, что это конец. Я с ней разговаривал по телефону. Да, там были какие-то незначительные нарушения, но это не житель интерната. Не житель. В интернате находятся по-настоящему тяжело больные люди, которые с трудом себя обслуживают и так далее. Её лишили дееспособности её отец, чтобы он женился на другой женщине, мама умерла и отобрал у неё квартиру. Это чудовищное бесправие. И я пользуюсь тем, что я около микрофона, я призываю всех, кто к этому имеет какое-то отношение, защитить этих людей, потому что более чудовищной несправедливости трудно себе придумать. И вы знаете, такие истории были в 90-х. И я знаю и знал врачей, потому что часть из них уже не живёт на этой земле сейчас, но я знал врачей, которые спасали душевных больных, помогали им, защищали их от тех, кто собирал на них всякие данные и так далее, и так далее. Но это были просто бандиты. А этот человек, этот депутат, я его ни в чём не обвиняю, потому что, не дай бог. Но то, что он воспользовался своим правом, нарушил, ну, не хочу говорить громкие слова, клятву Гиппократа или просто психиатр не может так поступить, это, на мой взгляд, совершенно очевидно. Но похожие истории уже не касаются имущества, но имеют место в политических процессах, которые идут прямо сейчас. Сейчас вот по болотному делу несколько человек признали недееспособными и отправили на принудительное лечение. Адвокаты, правозащитники в один голос включают, что это безобразие, потому что, будучи осуждённым и приговорённым к какому-то сроку, человек выходит из тюрьмы и обретает обратно все свои права. Принудительное лечение не имеет срока, насколько я понимаю. Нет. Но нам удалось тогда, помните такую фамилию Косенко, да? Конечно. Вот. И я всячески выступал и довыступался до того, что меня вызвали на этическую комиссию психиатра. И это было так глупо с их стороны. Собрались серьёзные дядьки, профессора и академики. Это было в кабинете главного врача больницы Алексеевской, бывшей Кащенко. И я пошёл туда, собственно, я мог не ходить совсем, потому что я, ну, во-первых, я пенсионер, во-вторых, я ушли. Но я пошёл, потому что мне было интересно. Интересно меня вызвали, что-то же они мне должны были сказать. И вы представляете, мнение учёных в прямом смысле разошлось ровно 50 на 50 в отношении Кащенко. И всё-таки его положили тогда в психиатрическую больницу, и через месяца два или три его отпустили. То есть, на самом деле, иногда это и лучший экспат. Да. Так, тогда, ну, был очень мощный был резонанс. И очень многое зависит от чистоплотности. Понимаете, человеческий фактор – это важнейшая штука. Вот врачей много. Среди них есть хорошие врачи, плохие врачи. Но среди них есть хорошие люди и плохие люди. А есть просто подонки. Так же, как среди инженеров, радиоведущих, если хотите. Телеведущих. Не хотим, конечно, но придётся. Вот. И поэтому очень важно было, очень важно, кто твой лечащий врач, кто главный врач этого интерната. Это очень важно. И, по-моему, тогда я разговаривал по телефону с лечащим врачом тогда Косенко. Я позвонил по телефону и сказал, вы не ответите. Ну, я представился. Я понимаю, что вы не имеете права и не ответите мне ни на один вопрос. Но мне хотелось бы знать, всё-таки какие-то перспективы есть. И доктор поздоровался со мной, сказала, что, конечно, Андрей, я не отвечу ни на один ваш вопрос. А потом она так нежно-нежно, не зло засмеялась и сказала, всё будет хорошо. И я понял, что это нормальный человек. Да. Скажите, пожалуйста, а насколько много в психомерологических интернатах людей, которые не должны там находиться? Это частая история. Которые должны там находиться? Которые не должны. Я думаю, что вообще, по идее, мне трудно говорить на эту тему, так как я не практикующий доктор, но вообще, по идее, должна быть создана психиатрическая комиссия, куда должны войти известные психиатры на сегодняшний день. И их не так много психоневрологических диспансеров в разных регионах. И они должны в течение какого-то времени взять на себя обязательства и провести освидетельствование тех больных, которые там находятся. Безусловно. Это должно быть сделано, потому что это забытые люди. Если мы посмотрим по статистике, что происходит в домах престарелок, вот помните, сколько сгорело этих домов престарелок? Каждый год сгорают по одному, по два, по три, по четыре, а то и по пять домов престарелок и психоневрологических интернатов. Это кошмар. Они все в жутком строительном состоянии, да? В ужасающем. И там люди просто, ну, влачат какой-то... Это даже не... Они не живут там. Доживают. Да. А если влачат? Они существуют там. Потому что даже если, насколько мы знаем, да, даже если в тюрьме или в лагере существуют какие-то там жестокие режимы и так далее, но какие-то существуют все-таки надежды, какие-то связи и так далее, то здесь не существует ничего. В тюрьме даже при пожизнительном заключении есть надежда на какое-то помилование или условно-досрочное освобождение. Но здесь есть надежда на помилование со стороны главврача, получается? Нет. Какой? Мы не говорим о помиловании, мы говорим о душевно больных. Либо есть надежда, а есть ли у человека ремиссия? Ремиссия. То есть у него светлый промежуток. Почему он должен находиться там? Его лишили всего. А главврач его не может выпустить на время ремиссии? А куда? Квартиру у него. Если у него отобрали квартиру, его не выпустят. С кем он там будет жить? Если у него есть мама, папа или там бывшая жена и так далее, какой-то должен быть опекун. Но опекун должен быть... Вот в данном случае Мишин взял опекунство над этими людьми, но квартиры у них исчезли. Так, получается, ничего сделать нельзя, даже если волонтёр узнаёт какой-то похожей историей, обращаться нет. Мне кажется, кроме комиссии, которая должна выявить те случаи, когда больной не обязан там находиться, какие-то послабления режима должны быть, и узнать, какие социальные связи у него остались на большой земле, скажем так, да, вне стен психиатрической больницы. Это первое. И второе, надо посмотреть, в каком состоянии находятся эти психоневрологические интернаты. Потому что я подозреваю, что лечение как такового там не происходит, там просто человек существует и всё. Там в отделении врач может даже не появляться вообще. То есть его там, извините меня за это слово, хоронят? Ну, в общем, да. В общем, да. Давайте обратимся к истории с уклонистами. У нас всячески уже достаточно давно сражаются с людьми, которые не только уклоняются от армии, но и были привлечены к ответственности за это. И был сначала закон, который запрещал пожизненно занимать государственные должности. Сейчас его по требованию Конституционного суда уточнили. И в течение 10 лет после правонарушения нельзя занимать должность. А это вообще справедливо как-то ущемлять тех, кто не исполняет свой гражданский долг? Думаю, что несправедливо. Думаю, что несправедливо. Потому что служишь ты в армии или не служишь ты в армии, ты после армии или по каким-то причинам ты не пошёл в армию, почему ты не имеешь права работать там, где ты хочешь. А я вам скажу, потому что ты, уклонившись от армии, без каких-то действительно серьёзных причин, нарушил Конституцию. Вот нарушил Конституцию, куда тебе лезть на госслужбу-то? А с другой стороны, вы знаете, Инесса, мне кажется, вот я сейчас подумал, что у нас 90% госслужащих, госслужащих, они все уже с погонами. И даже если мы не видим... Страну прекратил, в том что они не служили, они до сих пор. Они все с погонами. Даже те погонов, чьих мы не видим. Вот смотрите, Владимир Вольфович Жириновский, по-моему, генерал. Ну что-то... Слово полковник точно фигурировало в его биографии. Полковник, да. Поэтому, ну, куда ни глянь, женщины тоже, по-моему... Вот Яровая, наверное, тоже генерал. Яровая, она... Генерал в юбке. Прокурор в душе. А, ну вот, смотрите, все, практически все военные. Но, с другой стороны, здесь это скорее... Милонов военный у нас? Трудно представить его в мундиле. Но я бы с удовольствием увидел бы Милонова в мундиле. С другой стороны, это, скорее всего, направлено на ту молодежь, которая прямо сейчас уклоняется, но видит себя в какой-то государственной структуре, которая сейчас считается, в общем-то, престижным местом работы. А таких много, да. Мне кажется, что это время уже наступило, и чем дальше, тем больше. Это будет госслужащий, если ты при госслужбе... При кормушке. Ну, конечно. При президенте, при премьер-министре, при губернаторе, при мэрии и так далее, и так далее, и так далее. Это... Ну, тогда у тебя и зарплата, и связи, и машины, и мигалка, и вообще все. Ради этого можно год отслужить, а не искать причин? Ради этого? Ну, пускай служат, вы меня уговорили. Слушайте, ну вот на самом деле вопрос справедливости, с которым мы начали, для меня очень остро выглядит данная ситуация. Я, правда, как человек неслуживший, но я не понимаю, почему действительно человек, который отличается от другой человек просто тем, что у него не было достаточного количества связей, или, может быть, денег, или, может быть, он неудачно оказался на станции метро, он получается ущемленным по отношению к тому, у кого эти связи оказались, у кого оказались эти деньги, кто не служил. Вот он не отдал свой долг гражданский, в остальном они должны быть как бы равны. В остальном у них есть все права, только один теряет год из жизни, а другой не теряет год из жизни, и продолжает, идет на это государственную службу. Правда, не такие классные, хорошие зарплаты, о которых мы мечтаем, говоря об руководстве, а на какие-то более нерадостные ставки. Получается, что эти люди, которые придумали этот закон, они как бы нам говорят, государственная служба – это благо, все остальные службы – это так себе, а вот государственная служба – это благо. Вот если ты отслужил в армии, мы тебя возьмем на государственную службу, а если ты не отслужил в армии, то ты, по идее, работай учителем в начальной школе. Или, может быть, главой компании какой-нибудь частной. Спасибо большое, Андрей Бельжо, в эфире Эхо, Инесса Землер и Андрей Позняков.